всем привет меня зовут илья и я сегодня буду делать резные наличники своими руками ну для начала зачем во первых это новый опыт мне любопытно а во вторых я надеюсь что будет красиво для начала измеряем размеры окна в моем случае она шириной 105 на 115 ширина раскладок по 6 сантиметров с этим знанием идем думать какие наличники сделать говорят что в деревнях нельзя было найти два дома с одинаковыми наличниками каждый проект уникальный есть конечно основная схема но если поизучать схемы в интернете или книгах то окажется что вариантов даже тех же схем они рисунков существует далеко не одна штука поэтому для простоты остановимся на том что нам нужно поставить наличники с четырех сторон то есть сделать две боковины подоконную доску например завершием а также карниз с фризовой доской я решил немного упростить себе задачу сделать наличники из четырех деталей во первых первые две это боковины по метру с небольшим каждая шириной в 6 сантиметров третья деталь это подоконная доска снизу окна будет единый завершием или подзором что в данном контексте одно и то же грубо говоря будет содержать выступающую резную часть а потому будет размером 95 на 15 сантиметров четвертая часть это верхняя грань окна которая закрывается фризовой доской а сверху еще накрывается небольшим навесом карнизом который может быть просто горизонтальным так и виде домик но наличие карниза несколько утяжеляет конструкцию поэтому чтобы с одной стороны отбить границу без него верхнюю часть делаем ровно а нижнюю резной а сверху фризовые доски 5 на 115 ставим дополнительно пятый элемент навершие или кокошник если хотите я не художник поэтому ищем в интернете шаблоны в моем случае они такие для боковин плетеный узор единая резная панель для подоконной доски и шаблон для фризовой доски для навершия используем две фигурки волков и луну идем и распечатываем шаблоны формате один к одному резные наличники потому и резные что их резали вырезали инструментами стамесками ножами пилами я буду использовать конечно для простоты электроинструмент лобзик и дриль для начала размечаем на доске повторяющийся рисунок для боковины затем мы сверливаем дрелью отверстия например сверлом восьмерка и отверстие во внутренних элементах вырезаем лобзиком по разметке внутренний узор не спеша мелкой пилкой когда все внутренние элементы будут вырезаны отрезаем внешний рисунок подогнала бедала беда мне умирать а я божа, моя божа, ныне б я плотничка гробов взготувати а я божа, моя божа вот в принципе наличник и готов но так как в моем случае это плетеная косичка давайте стилизуем рисунок до конца и по граням правильно сточим заготовку для этого я воспользуюсь рашпилем а потом наждачкой но конечно при наличии фрезерного станка всю работу можно было бы выполнить исключительно на нем но у меня его нет поэтому продолжаем берем следующую деталь фризовую доску размечаем высверливаем внутренние отверстия затем вырезаем внутренние затем внешние части обрезаем также аккуратно вырезаем шаблон с двумя волками но тут нужно действовать особо аккуратно чтобы создать иллюзии шерсти в их силуэтах из обрезков отрезаем луну даже не страшно что она получится не идеально ровной визуально не каждая луна круглая точнее круглая она только в полнолунии а остальное время и и и и и и и и и наконец берем самую большую заготовку подоконной доски для надежности наклеиваем на нее шаблон из шаблона убираем канцелярским ножом внутренние части которые нужно вырезать дублируем рисунок карандашом на дереве и снова высверливаем отверстие вырезаем по шаблону вначале внутреннюю часть затем внешнюю и когда все части будут готовы сверлим отверстие подкрепления под саморезы например сверлом 4 миллиметра для того чтобы шляпки не выступали дополнительно зенкуем например сверлом 8 миллиметров ну собственно и все осталось наличники покрасить конечно предварительно убедившись что все части соединяются между собой и покрашенные в два слоя со всех сторон чтобы не гнили наличники прикручиваем к окну и вот он результат красиво а как считаете вы пишите комментарии и ставьте лайки если вам понравился результат и само это видео с вами был илья и пока пока а кто первый раз на канале не забудь подписаться и вбить в колокол чтобы не пропустить новых видео пока 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 Продолжение следует...